За размещение этого лайтбокса рекламное агентство не платило больше шести месяцев. При этом задолжало городской казне около трех тысяч гривен. Более того, за счетом в последнее время никто не ухаживал. Он давно уже не светится и испачкан. Поэтому сегодня его срежут. Представители горосполкома говорят, они делают все, чтобы лайтбоксы оставались на местах. И предупреждают письменно, и готовы ждать оплаты от рекламных фирм. Но если все бесполезно, вынуждены идти на крайние меры. Ежемесячно, если имеются задолженности, предупреждаем фирмы, обзваниваем, письма отсылаем. И если имеется уже несколько, два-три письма о долгах, то тогда уже принимаются подобные решения. Для того, чтобы срезать лайтбокс, вызывают подразделения МЧС. Спасатели демонтируют рекламные щиты с помощью дисковой пилы и гидравлических ножниц. На одну вывеску тратят от 20 до 40 минут. Услуги МЧС оплачиваются из городского бюджета. У нас идет расчет по часам работы спасателей, согласно выслуги лет, набавок, премии и так далее. В принципе, для городского бюджета это не очень дорогое занятие. То есть, ну, порядка, могу сказать так, мы обходимся городскому бюджету раза в три, а может быть, четыре дешевле, чем если бы, допустим, они нанимали какую-то фирму. Сотрудники горосполкома говорят, в Донецке более 20 рекламных фирм задолжали городской казни. Большинство не платят за размещение счетов, а владельцы этого, например, забыли внести средства за аренду земли под вывеской. Срок оплаты истек еще в январе. Однако сносят лайтбокс только сейчас. В данном случае были документы на размещение этого рекламного счета, однако в свое время фирма не продлила ни договор, ни документы на размещение наружной рекламы. Мы обратились по адресу, указанному на вывеске. В салоне сантехники нам ответили, ничего о сносе счета они не знают. А срезали под корешок или просто... Да, уже везли. Так может быть, это не из-за продления, может быть, это из-за каких-то там архитектурных приколов. Однако потом директор сообщил, к лайтбоксу их предприятие отношения не имеет. Вывеску им и создавала и размещала киевская фирма. Поэтому ни оспаривать демонтаж, ни возвращать щит на место они не будут. Сегодня срезают только маленькие счеты-лайтбоксы. Здесь суммы задолженности сравнительно небольшие. Однако уже в пятницу начнут демонтаж бигбордов. Там начисленные долги и штрафы достигают десятков тысяч гривен. Оксана Виттер, Сергей Середа, Панорама. Продолжение следует...